У меня, допустим, у жены есть духовный учитель, она с ним общается, но у него нет тени вожделения к ней, он к ней относится очень светло, чисто, как отец, хотя он немного старше меня этот человек, у меня нет к нему вообще никакого ощущения, что что-то не так, вообще вот ни тени даже, а наоборот, я его считаю своим наставником, тоже с ним советую. Но есть одна цена, такой человек не должен ничего желать за такие отношения, часто мужчина, становясь наставником для женщины, хочет от нее наслаждаться ее красотой, чтобы она ему глазки строила, и он тогда готов ее наставление давать. А женщина часто хочет денег от тех, кому дают наставление, или мужчина хочет денег и так далее. Ну то есть, когда наставник хочет чего-то взамен, это значит, что он не квалифицирован быть наставником, его надо отвергнуть. Наставник строит только духовные отношения со всеми, потому что именно духовные отношения являются сутью его жизни. Он счастье там испытывает, все остальное для него пустое. У вас возникает немой вопрос, но вы же, Олег Геннадьевич, тоже деньги берете за свои лекции. Это факт, потому что нужно много вещей делать, нужно окупать этот зал, нужно развивать ведическое знание. И эти деньги идут на эти цели, на духовные. Я не беру эти деньги себе, то есть, я не использую для себя, они используются на духовные цели. Вы даете деньги на плохие дела. Таким образом, нет здесь обмана. Ну хорошо, а жить же вам тоже надо, вы же должны на что-то жить, да? Но если человек не копит ничего, просто использует деньги для того, чтобы кушать, одеваться, не копить никаких одежд, ну просто все необходимое для жизни, то это не означает, что он использует их для себя. Потому что это тоже нужно для служения Богу. Если бы я раздетый сюда пришел, не смогли служить лекции. Тогда создается чистота в отношениях.